Что ж, сегодня мы реагируем на очередное видео Ами Хоровица. Он объездил Нью-Йорк и задал несколько интересных вопросов гражданам. Это видео спонсировано компанией Raycon. Ладно, включайте видео. Каковы ваши мысли? Какое отношение вы имеете к транссообществу? Никакого. Тогда зачем вы этим занимаетесь? Просто любопытно послушать ответы. Хорошо, но почему ты гнёшь свою линию в том, чего ты не понимаешь? Я не могу задавать вопросы. Я Ами Хоровиц, и есть много родителей, которые отказываются отправлять своих детей, идентифицирующих себя как возможных транссексуалов, на гормональную терапию и операцию по изменению пола. Я нахожусь в Эст-Виллидж, мировой столице Нью-Йорка, чтобы спросить людей, что они об этом думают. Как вы думаете, какой самый ранний возраст, когда ребёнок может принять решение и сказать, знаете что, я не такой, каким я родился, и я хочу пройти гормональную терапию, чтобы окончательно измениться с помощью хирургии. В каком возрасте ребёнок может начать принимать такое решение? Я не могу назвать конкретный возраст. Это зависит от того, когда ты начинаешь это чувствовать. Я провела небольшое исследование по этому поводу. Я думаю, что лучший возраст — это 13-14 лет. Я помню, когда мне было 13-14, я уже могла принимать правильные решения. Может быть, немного старше? Поставим паузу на секунду. Ты не принимаешь правильных решений, когда тебе 13 или 14. Мне нравится, когда они говорят, вы должны быть в том возрасте, когда вы осознаёте свой гендер. Ладно, мне нужно, чтобы эти люди объяснили, что такое гендер, что они подразумевают под гендером, потому что это одна из проблем. Никто не даёт последовательных определений гендера. Если под гендером они подразумевают некую корзину характеристик, обычно ассоциирующихся с женским или мужским началом, тогда в этом случае вы вполне можете быть женоподобным мужчиной, или мужественной женщиной. Биология и гендер, очевидно, разделены между собой. Но в то же время, если вы женоподобный или мужеподобный, вы можете быть представителем противоположного пола, так что они не разделены. Всё это не имеет никакого смысла, в этом нет никакой внутренней логики. Это просто бессмыслица. Но, очевидно, если вы можете давать наставления, то вы уже достигли возраста, когда можете определить, стоит ли вам проходить изменяющую жизнь гормональную терапию. А как насчёт аргументов, которые люди говорят, типа, «Эй, посмотри, это 6, 7 и 8, даже не 10. Ты просто ещё недостаточно сформирован, чтобы понять разницу. Может быть, ты думаешь, что ты не такой, или, может быть, ты гей. Что вы об этом думаете?» «Я не знаю. Когда я росла, я знала, кто я. К счастью, я родилась в правильном теле. Так что мне не пришлось беспокоиться об этих вещах. Но я знаю, что если бы я не была, то я бы знала». «Да откуда вообще вы можете это знать?» «Я знаю, что я родилась в правильном теле, но если бы я этого не знала, то я бы точно это знала». «О чём вы вообще говорите?» «То, что вы говорите, даже не является полноценными английскими предложениями. Это просто круговые рассуждения. Какой-то бред сивой кобылы». «Простите, но это абсурд. Я не хочу наблюдать за тем, как люди прокладывают себе путь через крендель». Логика трансидеологического движения просто поразительна. «Если бы мне сказали, что я маленький мальчик, я бы подумала, что это неправильно. Я бы точно поняла, что это что-то не то. Я думаю, что... Я думаю, что все знают, кто они на самом деле. Мы меняемся каждые 10 лет, так что...» «Интересный момент. Они меняют их каждые 10 лет. Вы должны быть осторожны и не назначать гормональную терапию, если это их не меняет». «Ну, знаете, это их выбор, и это не так уж важно». «Так, поставим на паузу, на секунду». «Это их выбор, и это не важно?» «Во-первых, вы отрицаете все реальные последствия гормональной терапии, когда вы пичкаете ребенка гормонами, которые имеют определенный эффект. Это те же самые люди, которые, возможно, используют целебные кристаллы вместо вакцин, потому что боятся, что вакцины повлияют на их тело. Они вполне готовы питаться только органикой. Это тело будет принимать только органику. ГМО – это нехорошо. Но большие дозы тестостерона для маленькой девочки – никаких проблем, бро. Делай, что хочешь». И, конечно, все это неправда. «Это был их выбор, поэтому они могут это сделать. Я думаю, что каждый заслуживает поэкспериментировать, даже если он еще к этому не готов. Никогда не заводи детей. Блин, может нам начать отбирать детей у родителей, которые не согласны с гормональной терапией? Мне кажется, это зависит от детей. Они должны решать. Возможно, было бы лучше поместить их к людям, которые лучше заботятся об их благополучии и позволят им быть такими, какие они есть. Полностью поместить детей в среду, где они чувствуют поддержку, чтобы вырасти в людей, которыми они должны быть. Это правильно. Так, пауза. Кем они должны быть? У меня есть вопрос, кто это определяет? Как родитель, я имею довольно сильное представление о том, кем должны быть мои дети. Я их родитель, я забочусь о них больше, чем любой другой из этих случайных людей. Это представление о том, что эти люди знают, кем должны быть мои дети. Кем должны быть мои дети – это то, кем они себя считают, когда им 5 или 6 или 7, или, черт возьми, 10 или 12 лет. Да это же бред. Ради бога, держите подальше своих детей от таких людей. Считаете, это хорошая идея? Да. Я бы не назвала эту идею ужасной. Если ребенок хочет жить так, как ему хочется, а его родители не позволяют ему чувствовать себя комфортно, я не вижу проблемы в том, чтобы поместить его куда-либо в другое место. Да, конечно, если вы не находитесь в ситуации, когда с ребенком жестоко обращаются. Заметьте, у нас новое определение жестокого обращения. Если вы взяли маленького ребенка, не подвергли его гормональной терапии при его гендерной путанице в голове, это жестоко. Но не жестоко подвергать их тяжелой гормональной терапии, если им 4 или 5 лет. Они ходят в школу и встречаются с представителем противоположного пола. А потом люди удивляются, почему вас волнует этот посторонний вопрос. Это не посторонний вопрос, когда вы говорите об основных родительских правах, основных определениях пола и основных вопросах, самоидентификации в отношении детей. Считаете это формой жестокого обращения с детьми? Это, по-вашему, детский абьюз? Да, вероятнее всего, да. Они чувствуют, что родители их игнорируют. У меня вопрос. Со дня на день мы будем использовать ее широкое определение. Ребенок выражает себя, а их родители говорят нет. И это жестокое обращение с детьми. Это называется быть родителем. Мои дети постоянно самовыражаются глупыми способами. Они маленькие, они дети, они постоянно это делают. Это детский абьюз? Я скажу нет. Это мир, который мы создали для себя. Если вы говорите ребенку нет, вы совершаете насилие над ребенком. А это значит не быть родителем. Это детский абьюз? Да. Да. Да, я считаю. Просто отмените пол. Заметьте, чувак ничего не сказал. А, я согласен с... Прости, я подумал, ты чувак. Ну да, я вообще-то мужчина. Вы считаете, что это неправильно для родителей или для кого бы то ни было навязывать ребенку свои политические догмы? Абсолютно. Да, вкладывать свои политические догмы в ребенка. Если только я не говорю своему четырехлетнему ребенку, что мальчик может быть девочкой. И наоборот, что не подтверждается ни одной наукой за всю историю человечества. Мораль этой истории такова. Все эти люди голосуют, и однажды они закрепят это в политике. Отправите своего ребенка в госшколу, и учитель читать начнет вашему ребенку лекцию о том, что мальчики могут быть девочками, а девочки могут быть мальчиками. Ваш ребенок заинтересуется, тогда учитель спросит, являешься ли ты представителем противоположного пола. И ваш ребенок ответит да. И тогда, если вы откажетесь согласиться с идиотскими размышлениями ребенка, у вас могут его отобрать. Я искренне верю, что это произойдет в ближайшие несколько лет в этих голубых районах. И все это якобы ради ребенка, в кавычках. И, конечно, не важно, какие психологические последствия это будет иметь для детей. Все это не имеет значения, это все политика, потому что для левых лично это политика. Хотите разрушить страну? Вот вам отличный способ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok